На часах половины 12-го на набережной Красноярска настоящая давка. К единственной официально разрешенной купели пытаются пробиться не менее 200 человек. Муж в прошлом году прыгал, вот рассказал ощущения, решила сама попробовать. Вот решили рискнуть, попробовать, как, что. Надеюсь, набрались духа, грехи свои искупить хоть. За пять минут до полуночи воду в купели освещают. Батюшка проводит службу, а в палатках для переодевания, в своей очереди, уже ждут первые смельчаки. Не напугал купающихся, не сильный ветер, не куски льда. В купели окунуться сегодня решили люди разных возрастов и профессий. Я служу в морской пехоте, люблю воду, люблю ее зимой. Когда заходишь, так ноги покалывают, а вот сейчас стою, тепло. Голову как будто мятой намазали. По кайфу, круто, шестой раз, и буду всегда закаляться, и мне сейчас даже не холодно. Тепло вообще. Прям тепло. У меня второй раз, я уже привык. Очень холодно, адреналину много, тело горит, и все-таки прям классно. Праздник продолжился днем. У храма Рождества Христова очередь тянулась от самых ворот. За святой водой приходили с 7 утра. Прихожане рассказывают, освященную воду используют по-разному. Иногда утречком умываюсь, если болит там что-нибудь, то пью водичку. Так что иногда сварю кашечку гречневую с водичкой. Так что все хорошо. Да? Ну верим. Поэтому помогаю. Празднование крещения продолжится до 10 часов вечера. Желающих искупаться будут ждать у купелей. Святую воду можно набрать в любом храме до его закрытия. А уже с 5 февраля православные начнут подготовку к Великому посту. В этом году он наступит 27 февраля. Алена Крашенинникова, Владимир Антонов. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова